здравствуйте друзья у нас светлана зачитает вопрос давай свет значит этот вопрос я нашла у себя в фейсбуке у меня там почему такие сеттинги что я не вижу месседжи от всех людей а только вижу от тех кто у меня друзья поэтому значит я его увидел только год спустя но я думаю что ничего страшного мы его можем зачитать и год спустя давай значит значит светлана хотелось бы задать вам такой вопрос как быть если человек медленно соображает мне 26 лет я человек по жизни совсем не длительный даже наоборот и даже очень эмоционально но соображаю довольно таки медленно проблема в том что моему мозгу не хватает так сказать быстрой хватки это происходит в основном когда мне нужно объяснить кому-то свою точку зрения по какой-то теме или вообще кошмар когда мне приходится вступать с кем-то в спор тогда я начинаю нервничать и теряю нить просто забываю какой аргумент хотела привести думаю что помимо всего мне не хватает внимания сосредоточиться на чем-то одном и таким образом я теряю логическую цепочку думаю что моя эмоциональность и тот факт что я человек нервный блокирует свободное передвижение моим мыслям из-за чего мне приходится сильно напрягаться чтобы сделать логический вывод вопрос такой как стать смекалистым как стать быстрым мышлением на сайтах существует множество игр и смекалок для развития мозга но они слова слова слабоваты и мало верится что мне это поможет считаете ли вы что чем больше чек напрягает мозг во время учебы тем лучше начинает соображать со временем везде пишут что нужно тренировать свой мозг но как его тренировать и что подразумевается под тренировкой мне очень хорошо удается изучение иностранных языков я владею несколькими всегда трудно было с математикой на данный момент я живу в англии собираюсь поступать в университет получаю второе высшее образование по психологии поскольку именно эта сфера деятельности меня интересует и в этом направлении мне хотелось бы реализоваться но проблема с напряжением мозга меня просто выводит из себя я начинаю сомневаться своих возможностях и будущей профессии если вам интересно порассуждать на эту тему следующем видео я буду вам очень признать ну следующим не следующим вот в этом ну я я скажу только свет что относительно недавно был паренек я зачитывал его вопрос с похожей такой тематикой но он может быть не не в англии там и он не знает несколько языков но вот он говорит что вот как то вот медленный мутыр не усваивает медленно то есть вроде у него все хорошо в жизни но вот медленно усваивает и как быть с этим делом то есть как это видимо какая-то достаточно массовая что ли проблема я даже не знаю ну скажи вот как как ты понимаешь то что я например больше считаю что это люди ну как сказать мнительные и они себя загоняют в это при том что может быть даже у них у них и повода нет по серьезному так вот беспокоиться в основном ну как ты считаешь знаешь как вот ты судишь по себе и ты говоришь вот те кто быстро не собрал тем нити на самом деле это не так вот даже если сравнить меня и тебя я не могу так быстро реагировать как ты мне нужно вопрос продумать что такое подумать у меня приходят какие-то мысли то есть нас надо понимать что люди от рождения все разные да и кто-то даже очень умный но может быть более медленным чем другой который быстрый но есть люди очень глубокие они они не быстро они они как-то обрабатывают первый момент до первый момент и кстати изучение языков и знания настрой из иностранных языков абсолютно этому не помеха то есть скорость соображения и скорость вообще вот реакции реакции да она совершенно не зависит того умный человек или глупый абсолютно даже не сразу просто люди все разные нужно это понимать понимая это да вы должны к этому заранее подготовиться вот я тоже не быстро я всегда себя ловила на том что когда нужно в разговоре что-то эдакое вернуть да да или например найтись быстро ответить адекватно на какую-то реплику такую то мне всегда это не очень хорошо удавалось я всегда думаю как же так вот меня человек допустим там обидел нужно было что-то сказать такое да а я теряюсь да теряюсь достаточно нервничать ничего сказать не могу вот но я думаю что тут вещи такие когда начинаешь про себя это понимать да то начинаешь реагировать на те разговоры в которых ты можешь себя проявить потому что человек разносторонний знаете много языков вас наверняка есть какие-то интересы личные да и в разговорах связанных со своими личными интересами у вас есть и задор и зажигает и вы можете все сказать и в общем я думаю что тут никаких проблем нет сложно быстро реагировать на те темы в которых ты не чувствуешь себя свободно свободно да это момент первым второй момент состоит в том что дело в том что когда человек горит чем-то да и занимается долго чем-то до него на эту тему уже формируется некоторые запас лексических единиц слов и выражений конечно это связано с идеей и это связано с тем насколько много вы читаете и что-то изучаете вот если вас интересует психологии вы просто ради собственного интереса прочтете несколько книжек по психологии во первых конечно у вас будет если вам эта тематика интересна то у вас будет высокая степень усвоения этого материала да и по некоторой начитанности это не произойдет после одной книжки безусловно но по некоторой мере начитанности если в особенности вы будете пытаться пересказать кому-то понравившиеся вам какие куски не надо пересказывать все книжки у вас разовьется некоторый лексический запас единиц который будет находиться вашей оперативной памяти они долгосрочной куда вам нужно время чтобы ahora чем больше вы начните говорит найти тема на который вам интересно тем шире будет диапазон тем на которых вы будете говорить то есть человек который не умеет говорить ему нужно разговориться ему нужно время на это и безусловно в основе десятки смекалки по мому это ерунда какая-то на что нельзя себя заставить быть вы считаете он изучает ее то что тебе не интересное я спиция давай скажу вот я например Люди, которые со стороны смотрят Они говорят, ой, ну вам-то чего Вам же легко, вы можете болтать на любую тему Можете продавать Можете продавать Все, что хочешь, продаст Это не так Мне должно быть интересно Я должен зажигаться вот этой темой И самое главное Я хорошо, гладко, связанно говорю На те темы, на которые я говорю часто Если я первый раз в жизни О чем-то говорю То и мысль теряется И слово подобрать И начинаешь запинаться, и заикаться А если ты еще в ситуации, когда ты не сам с собой говоришь Или там статью пишешь Тут поправил, там переправил А когда ты вдруг живые люди И нужно оперативно соображать И это стрессово очень Понятно Моя мысль такая, что у нас получается Некоторый алгоритм, который ко мне тоже Когда я прочитала это письмо Он пришел не сразу Вначале я подумала, ой, а что же делать Но потом я подумала, что это все решаемо по жизни То есть алгоритм создается на следующем Нужно, безусловно, читать И читать то, что интересно Нужно стараться находить людей Которым интересно то, что интересно вам Тогда вам будет о чем поговорить Потому что очень часто бывает Что ты приходишь в компанию И там люди разговаривают А тебе это неинтересно совершенно И нечего сказать И сидишь как дурак в углу И думаешь, господи, когда же это все кончится С мытой шеей Да Да, потому что нарядился Да Поэтому, значит, много читать Стараться обсуждать И по мере обсуждения с другими людьми Того, что вы начитали У вас появится некоторый объем лексический Который вас будет легко выскакивать Опыт разговора Опыт быстрого разговора Опыт разговора с быстрым реагированием Это просто опыт Если ты этого никогда не делал У тебя сразу не получится Есть люди, которые по природе быстрые Но они тогда ничего толком не скажут Они будут быстро говорить всякую чушь Вы, наверное, видели людей Которые быстро говорят, но бред сивый кобыл Нет, ну сейчас... Если вы хотите говорить... Постой, если хочешь реагировать быстро и по делу Значит, надо первое, знать дело А второе, нужно практиковаться в разговоре В разговоре и в разговоре И никакого другого средства нет Да То есть, опять мы возвращаемся к широкому кругозору Если вам хочется говорить на много разных тем Не исключительно связанных с какой-то там Узкой тематикой психологии или еще чего-то То это приходит постепенно По мере того, как вы больше читаете Вот, к сожалению, сейчас, наверное, народ все-таки в России мало читает Светик, я думаю, что автор письма читает очень много Да Судя вот по тому, что мы уже про нем знаем Я думаю, что это большой читатель Он стесняется, понимаешь? Ну, надо говорить, да Причем не обязательно говорить на большую аудиторию Конечно, на большую аудиторию, когда выходишь То происходит зажим Да, происходит зажим Поэтому, конечно, вот вещи какие-то маленькие, такие калуарные Нужно обсуждать приватно С друзьями с какими-то, которые... Есть еще один момент Говорить на аудиторию, большую или маленькую Знакомых людей на порядок проще Чем говорить на такого же размера аудиторию Абсолютно незнакомых людей, которых ты не знаешь Которые и тебя не знают Ты должен как бы продать себя этой аудитории Понимаешь, это намного и намного сложнее И если мы приходим уже совершенно в другое измерение Это уже вопрос энергетический То есть там, где тебя знают, у тебя энергия поддержки Энергия узнавания Тебе легко, тебе все радуются Ты чувствуешь этот эмоциональный настрой Когда ты выходишь перед совершенно чужой аудиторией Это элемент настороженности Это совершенно другая энергетика И в этом тяжелее начинать То есть в такой обстановке уже только... Это стрессово очень Да, очень люди, которые уже достаточно поднаторели В публичном разговоре Они умеют это делать У меня, Свет, был случай такой Может быть, ты помнишь Когда рецессия началась Связанная с обвалом интернет-бума Меня позвали лекцию прочитать на Job Fair Там много народу ходило Тысячи И там, значит, был такой лекторий И там была лекция о том, как вот искать работу И там собралось человек 400 Причем в основном вот были белые американцы Может быть, там было там биток русских Там десяток индусов А так в основном белые американцы Приличный такой народ Все теряли работу масса Вот они пришли И мне сказали, у тебя есть час И там за минуты 4 до часа Мне там в углу начинали отмашку делать там флажками Чтобы я видел, что время подходит И когда я увидел, что идет отмашка Я подумал, боже, я же только начал Я, наверное, и 10 минут не проговорил Понимаешь? То есть уровень волнения Это при том, что я, в общем-то, привык уже выступать перед аудиторией И все, да, уроки вести там и так далее Но одно дело, аудитория пришла, тебе деньги заплатила и слушает Понимаешь? А другое дело, сидят люди, которые на тебя смотрят и думают Что за тип такой? Ты еще с акцентом, понимаешь? Да, но я хочу свой пример привести Я какое-то время назад брала классы по паблик-спикинг И, в общем-то, я подумала, что мне это нужно Потому что тоже я не умею вот так вот прийти И с места в карьер что-то начать говорить И интересная, значит, вещь, как там обучали этому делу Значит, предлагалось выйти И каждому на 5 минут рассказать какой-то случай своей жизни Вот какой-то запомнится То ли это был случай из детства, то ли это был случай из взрослой жизни Не важно, важно, что этот случай был ваш И люди стеснялись, мялись Но по мере того, как они рассказывали свои истории, свои собственные истории У них возникали и детали, у них появлялась эмоциональность Они начинали размахивать руками Как-то вести себя более раскованно И к концу вот этого класса оказалось, что, в общем-то, это дело нехитрое Если ты знаешь, о чем говоришь, то вот это вот стеснение и скованность, она проходит То есть, может быть, ему и класс взять не помешает, Свет, раз уж так вот ты про класс начала говорить Да, вот я говорю, что этот класс, но там был очень такой начальный уровень, да, ничего такого серьезного Но, во всяком случае, оно помогает немножко вот этот ледок первого вхождения, да, в аудиторию и публичного такого разговора растопить Хорошо, хорошо, образно сказала Да, вот, ну, опять же, я над этим письмом немножко думала Правда, я не могу сказать, что это заготовки, все нет, конечно Но какие-то вещи, это да, заготовки, а какие-то вот приходят сейчас воспоминания спонтанно Потому что, когда мы разговариваем вдвоем, возникают какие-то ключевые слова Вот Миша вспомнил историю, я вдруг вспомнила про этот пабликский ген-класс А я тебе, Света, расскажу, знаешь, на эту тему, ну, не один в один, но вот есть анекдот, ой, хороший Ой, конечно, я просто, и к анекдоту нашу Не-не, хороший Мужики, ну, там, крепостные, что-то там, не знаю, что там случилось, но они собрались, там виллы похватали, виллы, оглобли и пошли к барскую усадьбу сжечь Значит, идут, кричат, шумят, там, толпа Пришли к барской усадьбе, и барин выходит, значит, они так как-то остановились, барин говорит, чего собрались? Да, вот, барин, они так как-то затихли, он говорит, а ну расходись Значит, и они так как-то нехотя потихонечку разошлись Ну, вот пришел мужик домой, залез на печь, лежит, мрачное, настроение плохое Лежит, лежит, потом на локте приподнимается и говорит, чего-чего, а того, понимаешь? То есть он долго думал, да Он долго думал, да, вот, если бы он там сразу сказал, так, может, и спалили бы усадьбу Понимаешь, а так получается, что... Да, ну, на самом деле, в сегодняшнем мире, конечно, если человек ориентирован на карьеру Если он хочет заниматься психологией, он знает много языков Безусловно, умение публично говорить красиво Это, в общем... Это неплохая добавочка И действительно, можно взять классы какие-то, да И они научат нехитрым таким техническим приемчикам Которые помогут убрать вот эту нервозность, скованность какую-то Безусловно, это немножко облегчит задачу Ты знаешь, Свет, может быть, ему просто попреподавать пойти попробовать? Не, ну, а ей А это девушка, да? Девушка, значит, может быть, ей попреподавать? Не, попреподавать, ребят, я как кандидат педагогических наук, который по бездетной педагогике Никогда, ну, практически никогда не находился в аудитории Я скажу, что лечить вот эту стеснительность преподаванием Это очень сложно, потому что сначала тебе нужно... Дело в том, что ты выходишь в класс, да, первый раз Со своим материалом, который не отработан у тебя ни на ком Я считаю, что это очень суровое испытание Все равно, чтобы бросать неумеющего плавать в прорубь И говорить, ну, давай, вот выплывешь, будет у тебя все хорошо Ну, а не выплывешь, ну, уже так случилось, ну, бог с ним Вот, поэтому я считаю, что это сурово Я считаю, что... Если девушка, в принципе, может в состоянии видеть себя преподающей, да? То пусть попробует что-нибудь попреподавать, почему нет? Нет, еще раз, как одно из решений, да, конечно Но я пошла более таким, сказать, нежным путем Обсуждать какие-то известные и, самое главное, интересные ей темы Потому что ведь очень большое значение имеет не просто что человек говорит А то, как он говорит Вот та тема, которая вас задевает за живой, которая вам интересна Она будет привлекать к вам собеседников И вам будет легче говорить на эту тему Вы почувствуете энергетические влияния Что собеседники готовы вас слушать И вы больше раскроетесь И вот эта нервная обстановка, она уйдет То есть важно знать предмет, о чем говорить Ну да, когда ты в компании или там как-то в малых формах беседу ведешь Там вообще пишут, что вот в комьюникейшн, да, там вербальный комьюникейшн Там меньше 30%, а остальное это вот, это невербальный Это взгляд, это эмоции, это улыбки, это гримасы, это движение руками, там, плечами Я не знаю, там и так далее Вот очень много информации идет на этом уровне Да, ну я думаю, что мы осветили более-менее так с разных позиций этот вопрос Поэтому зацикливаться на том, что медлительный человек не нужен Не надо, не надо Потому что, ну мы все разные, да, кто-то медленнее-медленнее Кто-то вот так с полуслова может вот начать что-то говорить И может говорить без остановки Мы знаем таких людей часа по 4 подряд, а то и по 6 Я прошу без намеков Я вовсе на тебя не имею Вот, как будто кроме себя больше таких говорунов нет Но по 4, по 6 Ну вот, мы знаем других говорунов тоже Вот, поэтому вопрос такой, что ну одним дано больше, другим дано меньше В этом смысле это вовсе отнюдь не означает, что один человек хороший, другой плохой Нет, люди нужны и востребованы разные Вот, если и все будут такие быстрые, то где же тогда тщательные, которые копают в глубину и так далее Которые копают, которые думают, такие тугодуманные Но уже когда выдадут, когда уже выдадут на гора Вот тогда все скажут вау, вот это да Я могу сказать, вот в параллель с этим делом могу сказать, что вот поскольку я на студентов смотрю все время, они очень разные И есть люди, у которых такой широкий опил, знаешь, вот они, ну там идет на 10 интервью, 8 предложений получают Понимаешь, все хотят, вот эту девочку там все хотят, или там мальчика А есть такие, что вот ходят, 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 все от него шарахаются А он на самом деле глубже их всех намного И вот он этой своей глубиной и пугает И есть всегда Они сами их не понимают Вот столько, сколько вот было таких людей, да Вот всегда находился кто-то, кто приходил и брал именно его, да И говорил, боже, какое счастье, вот это тот человек, которого я искал, понимаешь? То есть есть в жизни место для людей самых разных Конечно, это самое главное И это самое главное И не надо себя как-то, не знаю Не надо ставить на себе клеймо Ой, я такая медленная, я такая тупая Клейма не надо Нет, вот это самое главное Вот этого делать никогда нельзя Вы все можете Самое главное, что вся ваша реальность абсолютно на ваших руках Вы хотите разговаривать, вы будете разговаривать Я вам скажу, что сколько есть людей на свете, ну скажем, в процентном отношении, да Которые знают несколько языков, вот покажите их Понимаешь, там, ну что 2% Но дело не в этом Дело в том, что, да, все у вас хорошо, идите учитесь там психологу, все будет замечательно